Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, кто не знает, у меня есть мой четвертый канал. На нем вышло почти 10 дней назад вот этот вот ром-тур по моей квартире, по моему трехэтажному лофту в Праге. По этой ссылке можете пройти и посмотреть, кто пропустил. На днях сяду, вот просто завтра-послезавтра выйдет новый влог, мои размышления о жизни, об отношениях. Кому интересно, такое толколамповое видео на моем четвертом канале, обязательно подписывайтесь, там тоже очень интересно. Видео будут выходить раз в неделю, но сейчас у меня небольшие задержки, но все вернется на кредит своя, я никогда не сворачиваю. И, кстати, в эту субботу у нас выходило вот это вот гадание на Рустама Солнцева. Ох, интереснейший гадание, которое, повторюсь, оставляет приятное послевкусие. По этой ссылочке можете тоже пройти и посмотреть. Уверен, все энтузиасты Таро и просто люди, которым такого толка контента интересен, не пожалеете. Вот долго мы спорили с Настей Волочковой и личные ответы она нам записывала. Кстати, это тот человек, который все там утверждал, что я не знаю, кто такой Антон С, я его не смотрю. Вообще неизвестно, какой это мужик из трущоб. Вы посмотрите на этого мужика, живущего в хрущобе. Ребятушки, смотрим несколько секунд. На федеральном канале Настя Волочкова бежала три квартала волоса назад, чтобы доказать нам, как наше мнение ей неинтересно. Смотрим. Анастасия Волочкова выясняет отношения со скандальным блогером. Почему мужчина уверен, что у артистки царос печени? Что на это ему ответила танцовщица? Недавно в сети поползли слухи о том, что Волочкова скрывает от публики тяжелые недуги. Блогер Антон Суворкин предположил, что Анастасия серьезно больна. У Насти Волочкова цирроз в третьей степени. Ну, я так понимаю, это цирроз в третьей стадии. То есть у Насти серьезное заболевание. И Настя не собирается останавливаться. Артистка в ярости. Да, дорогие мои, заявляли мы, что у нее серьезные проблемы со здоровьем благодаря выпивке. И она нам все утверждала, что нет, у нее все замечательно. Она талантливый человек, и у нее все замечательно. И она самореализовывающийся человек. Человек, который никогда не опускает руки. И мы ей все просто завидуем. И вот буквально на днях она фотографирует ножки в крест. Ножки в камеру. Без этого она не может. Для меня вот эта тема, она не совсем понятна. Я понимаю, это проф, как же сказать, профессиональная деформация ступней балерины. Это нормальная тема. Но извините меня, если это эстетически некрасиво, если это эстетически безобразно, это прятать за носками нужно. В любом случае можем, конечно, Настя тебе скинуть. А на носки, я уверен, найдешь ты себе и со стразами. И вот фотографирую, значит, она вот эту вот делает фотографию. Она в медицинском кабинете сидит в драматической позе. И все бы ничего, но наши пташки провели расследование, потому что там за окном видно слово авиатор. И начали узнавать, что же это такое место, где этот самый авиатор находится. Как пишет поликлиника ЦКПБ «Авиатор» города Москвы специализируется на лечении психических и экологических заболеваний. Спалили ее с потрохами. Смотрим, значит, где она находится. Город Москва, улица Онежская, дом 24. И, значит, смотрим, на чем специализируется эта самая психиатрическая поликлиника. Как кто обращается к нам за помощью, значит, на их сайте написано. Пациенты с деменцией, шизофренией, депрессиями, агрессивностью, плохим настроением, нарушением памяти, расстройством сна, галлюцинациями, бредом, неадекватным поведением, страхами, тревогой, белой горячкой. Значит, больные алкоголизмом, ожирением, другими расстройствами. Настя, вот я тебе от души говорю. Мне печально смотреть на тебя и на то, что ты делаешь. Ты сколько угодно можешь заниматься автотренингом и говорить, у меня все хорошо, вы не понимаете, я замечательный человек, и вы мне все просто завидуют. У нас нету, вот здесь, по крайней мере, в нашем комьюнити, хоть ты 100% поддерживаешь вот эту кремлевскую повестку, я понимаю, что ты делаешь это, ну, недалекий ты человек. У меня нет мнения о тебе, как о человеке высокого ума и великой аналитической способности. Такое даже рядом с тобой не валялось, да? Ты вот как-то плывешь по этому течению, и мне непонятно, куда ты плывешь, с какой целью ты плывешь. Ты русская, дорогая моя Настя, съезди на тот же Донбасс, да, и поскольку такие же русские по дурной причине отдают своей жизни за непонятные идеи, да, но сейчас не об этом. Ты можешь сколько угодно говорить, что мы тебя завидуем, но мы здесь говорим, что люди беспокоятся о твоем здравии, потому что, скорее всего, у тебя серьезные проблемы. Я не знаю, по какой причине ты приехала в ЦКПБ-авиатор, но лечат там людей, у которых реальные проблемы на фоне тяжелого алкоголизма. Ты сколько угодно можешь говорить, что твои анализы великолепны, что печень твоя здорова, как у 18-летней студентки ни разу не пригубившей. Это все здорово, это замечательная риторика. Но, Настя, самое страшное у алкоголика, кто не знает, как работает 12 шагов, это группа анонимных алкоголиков. Вы приходите, и первое правило, чтобы начать излечение, чтобы встать на эту дорожку излечения, нужно признать, что у меня есть проблема. И поэтому ты садишься в кресло перед анонимной группой людей и говоришь, привет, меня зовут Антон, и я алкоголик. Это самое важное. Как только ты начинаешь осознавать проблему, которую в тебе происходит, да, только тогда ты пойдешь на путь исцеления. У тебя такого нет, у тебя такого не предвидится, у тебя на публику все замечательно. Может быть, это, конечно, фасад, и может быть, ты действительно знаешь свои проблемы, и дай бог, если это так. А по факту белая горячка, больные алкоголизмом, неадекватное поведение. Настя, это все описывает тебя. Знаешь, у меня часто попадаются сейчас нарезки из нулевых, из девяностых, да, когда ты юная, красивая, стройная, восхитительная, красивая, талантливая балерина, да. И смотря на твою сейчас хи-хи-хи-хи-хи, вот это вот, видел кто-нибудь, вот эту вот встречу ее с Барби? Меня Таня пригласила в котице. Настя, это поведение неадекватного человека, которого просто не отпускает. Знаешь, алкашка, да, это расшатанные нервы, это убитая просто в ноль нервная система. Настя, у тебя все на поверхности, и судя по тому, какие клиники ты посещаешь, видимо, тебя это уже начинает действительно заботить. Страшно, мне смотрели на таких людей, ребят, просто страшно. Что бы вы думали, дорогие мои, рэпер-фараон, да, тот, который в свое время встречался с Лесей Кафельниковой, наследницей великого теннисиста. Без всяких закатываний глаз, он действительно великолепный теннисист был, да, и у девки тогда реальность сносила крышу, помню, дала она тогда интервью. Хочу сказать, на канале АПОГОВОРИТЬ, ШИХМАН вроде она давала интервью, там были, конечно, откровения, и как она это самое делала с причиндала фараона, там прям откровение было адово, это было, наверное, года три назад, и мы только-только начинали тогда сплетни, наверное, четыре года назад, да. И вот тогда я немножко в шоке это все комментировал. И вот вы только представьте себе, рэпер-фараон Глеб Голубин, да, женился на финалистке шоу «Битва экстрасенсов» Сони Егоровой. Опубликовал он вот эту вот фотографию, значит, обручальные кольца в своем инстаграме, 27-летний рэпер, и ей, этой самой ведьме, 33 года, Сони Егоровой. Я напомню, в свое время она поступала в ГИТИС, окончила, вернее, ГИТИС, но в 2017 году стала финалисткой 18-го сезона «Битвы экстрасенсов». Значит, еще с осени прошлого года ходили слухи, что они вместе, но, видимо, наколдовала девка, наприворожила себе правильного мужика, и теперь у них, ну, говорят, женились. Прямо-таки действительно женились, и прямо-таки все у них серьезно. Я надеюсь, что у него немножко голова встала тоже на место, и он не сидит на всем запрещенном, на чем он очень тяжело сидел. Там прямо клейма на парне было негде ставить, но, ребят, я рад за людей с зависимостями, опять же, да, я их, ребят, 7 дней. На сегодняшний день, вот сейчас я записываю понедельник, у меня 20 февраля, 7 дней, ни капли. Хлыщу пиво нулевку, полную нулевку, вот корона нулевая, боже мой, это просто великолепно по вкусу, нулевое пиво, это, конечно, отвратительно. Корона Зиро, это просто огонь один в один, ты пьешь, и ты не веришь, что это действительно безалкогольное, да? Ну, ребят, 7 дней, ни капли алкоголя. Для меня, как человека, зависимого от бутылки, это достижение. И я на седьмой день, я чувствую поддержку, потому что я чувствую у многих зависимость, от чего там только их нету, да? Поэтому держитесь. А вот у фараона, пожалуйста, вам на ведьме женился. Вообще интересно, дорогие мои, кто, может, ходил на личную консультацию к этой ведьме, это очень все интересно, послушай, как оно вам, помогла ли она, чем? Вы знаете, я допускаю, что есть люди, которые могут помочь каким-то образом. Я отказываюсь верить, что есть люди, которые общаются с мертвыми. Я отказываюсь в это все верить, для меня это чушь несусветная. Но, может быть, кто-то сходил, и, может быть, кто-то от нее помощь какую-то получил. Очень интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И вот буквально сегодня с утра абсолютно все паблики, просто никто не верил своим глазам. Вот видео, как Джозеф Байден прилетел в Киев. Приехал он в Киев, и все это, дорогие мои, серьезно. Джо Байден пообещал год спустя, цитата Байдена, Киев стоит, и Украина стоит, демократия стоит. Американцы поддерживают вас, и весь мир поддерживает вас. Именно вот это сейчас годовщине сегодня выходит. Сегодня, когда видео вот это выходит, 21 число. И по факту это видео уже выйдет после того, как будет обращение Путина к нации. У меня прямо тремор. Мне очень страшно ожидать, что он объявит. Поэтому это уже обсудим завтра. Но вот на сегодняшний момент имеем то, что имеем США с союзниками. Передадут Украине около 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 миллионов артиллерийских снарядов. Это было обещание Джо Байдена. Люди до последнего не верили, что Джо Байден приехал в Киев. А Джо Байден, знаете, вот любимая риторика на федеральных каналах России. Ну дед там на ладо дышит, падает там не пойми как, в нефте двери входит. Ребят, ребят, давайте посмотрим, кто настоящий. Вы знаете, вы знаете, не так. Не давайте посмотрим, а мы уже видим, да, жизнь показывает, кто настоящий мужик. И у кого какие орехи, да. Остальные в данном случае у замечательного человека, президента Америки Джо Байдена. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Навальный, документальный фильм Навальный. Это лучший документальный фильм на британские кинопремии «Бафта». Также я напомню, что документальный фильм Навальный номинирован на «Оскар». Фильм нельзя, к сожалению, посмотреть на территорию Российской Федерации. Это чистая правда. Сам Навальный, я думаю, посмотрит этот фильм очень не скоро. Но действительно замечательный фильм. Ленту снял режиссер Дэниел Ройер. Она посвящена как раз тому самому покушению на Алексея Навального. Ну, вот такое, вы знаете, как буквально на днях смотрел я Собчак, и ее было мнение про Никоглая. Помните Никоглая, да, которого выдавили из страны? Вот сидел просто тиктокер, да, с 10-миллионной аудиторией. Это гигантская аудитория. И она аудитория внимающая, да. То есть это аудитория молодых, которые действительно идут за своими кумирами, скажем так, да. И вот Мизулина одним движением руки сделала из Никоглая. Она его обозлила, да. И вот что мы сейчас имеем? Никоглай в Молдове. Настоящий враг всего, что сейчас происходит. Враг Кремля. Ну, называть надо вещи своими именами. И его настолько обозлили, что он пошел от легкого детского контента в тяжелую тему. Антивоенную. Миру мир. Поддержка Украине, да. И вот ты смотришь на недалеких людей, которые создают кумиров, сами того не желая. Они создают действительно людей, за которыми потом идут массы. Мизулина. Все, что ты делаешь, это неимоверная глупость с точки зрения Кремля. Но мы тебя все очень благодарим, потому что ты создаешь людей, которые становятся озлобленными патриотами демократии. Кем должен быть абсолютно каждый человек. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Вы знаете, интересный момент. Я обожаю вот эти вот теории заговора. Значит, попадается мне пост в Телеграме. Значит, про Машу и Медведя. О, боженька мой, как это все интересно. Обществу, цитата, однажды придется обсудить теорию, что Маша лишь призрак, уничтоженный медведем девочки, потому что она не может покинуть лес, а животные не могут ей навредить. Поэтому она не растет, и родители ее не навещают, поэтому она и мучает Мишку, подпитываясь как призрак его чувством вины. И дальше у меня редактор пишет гигантский пост. Размышления о жутком. Маша и Медведь. В Древней Карелии, дорогие мои сплетники сплетятся, кто не знал, существовал обычай. Если девочка покидала мир до замужества, которое по местам традиции наступало в приблизительно 13-14 лет, с ней в могилу клали зубы медведя в качестве оберега. Эти зубы должны были охранять эту девочку в потустороннем мире, в загробной жизни, тем самым заменяя супруга-защитника, которого она не нашла при жизни. Так вот, весь хтонический ужас в том, что на протяжении мультсериала «Маша и Медведь» из людей мы видим только Машу, которую оберегает медведь. Ни родителей, ни спасателей, ни грибников. На железную дорогу приходит пустой поезд без пассажиров. Я говорю, у меня сейчас мурашки просто бегут. А в пустой медицинской буханке обитают волки. Серия, где Маша встречает Деда Мороза, теорию не опровергает, а лишь усугубляет. Потому что мистическое славянское божество с бородой и мешком не принадлежит миру простых смертных. Так что встреча с девочкой вполне логична. И дальше начинается самый кошмар. Кстати, сама железная дорога, скорее всего, закольцованная, является границей между мирами живых и мертвых. А заповедный лес полуразумными животными своего рода северославянский лимб. Я без шуток. В котором заперты, помимо девочки и ее защитника, некоторые беды. В режиме пассивной работы на прием, высматривающей новые жертвы в мире живых. И, наконец, заяц — это страх, волка олицетворяет алчность и злоба, черный медведь — это гордыня. И самая жуткая часть этого мультфильма — это визиты к девочке. Значит, к девочке приезжают другие звери и ее сестра. И вот здесь интересная теория. Если с первыми все понятно, пусть и не очевидные, но очередные аллегории на новые напасти, появляющиеся с развитием общества, то вторая девочка либо очень сильно больна и порой проваливается в лимб, то есть, ну, на грани, там, не знаю, медицинской комы, да, и порой проваливается в лимб, либо участвует в сеансе общения с духами усопших. Вы знаете, это восхитительная тема. И дальше мне пишет одна сплетница. Вы удивитесь, но абсолютно большинство кассовых продуктов основаны на строго каталогизированных моделях мифа. Джозеф Кэмпбелл в помощь. Начинайте с тысячеликого героя. Вы знаете, я обожаю такие теории заговоров. Я просто обожаю подобную вот конспирологию, да. И на самом деле здесь все очень логично. Если ты начинаешь вдумываться, то это не просто Маша и Медведь, да, персонажи из Капа, те же братья Гримм. Если вы почитаете сказки братьев Гримм в самом их изначальном оригинале, да там же трэша, там же самый настоящий кошмар, там жесткач, который просто мир не видывал, да. И ты смотришь здесь сейчас на Машу и Медведя, и ты понимаешь, боже мой, какие сложные заигрывания. Но на самом деле я уверен, что те, кто пишет эти самые истории и сказки, они все равно вдохновляются чем-то. Или же здесь все гораздо все глубже, и нас к чему-то там готовит. Я обожаю подобные теории, я обожаю нестандартный взгляд на вроде бы очевидные вещи. Вот такая вот вам интересная информация про Машу и Медведя. Не говорите своим любимым детям, иначе вы сломаете им психику. А ситуация, ну действительно думающие люди, читающие люди, я думаю, они бы тоже что-то интересное для себя нашли. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Мать Кати Лель. Ну там это, как оказывается, семейное, дорогие мои. Она тоже рассказала о встрече с инопланетянами. Цитата. Матери Кати Лель. Мы с мужем спали в зале, и я смотрю, в окне стоит в скафандре кто-то. Ничего не видно, кто там. Все голубое. От него шло свечение в комнату. Я схватила свое одеяло, говорит мама Кати Лель, и побежала. Встала в угол прихожей, а потом все рассеялось. Так заявила пенсионерка. Сама же Катя. Лель говорит, что после общения с инопланетянами она стала беззубой. Ребята, нанимай ей слова-слова Кати Лель. Она осталась беззубой. А то начала лечить людей руками и голосом. Цитата беззубой. Кати Лель. Я бы сейчас попробую беззуб. Не, я так даже не умею. Ладно, читаю нормально. Цитата беззубой Кати Лель. Мне дали этот дар исцелять голосом и руками. Если бы я не прошла эти испытания, то меня бы давно слили, как удобрение в другое измерение. Сказала, что отрезала. Певица так бежит в паблике. Я просто в шоке от публичного безумия Кати Лель. Ведь удачно вышла замуж, ребят. Ну, ведь вроде карьера какая-то была. Это муси-пуси. У нее, блин, была нормальная попсятина была. Что случилось? Ну, почему каждый начинает видеть что-то нестандартное? Почему каждый начинает лечить глазами, глазами и усами? Ребят, хватит. Катя, успокойся. Знаешь, а сходи-то какая-то, где Влачкова улечилась. Ну, реально сходи. Может, поможет. Потому что то, что я сейчас вижу, это прямо-таки боль на все на это смотреть. Ну и новости про Костомарова. И здесь прям боль невозможная. И я в шоке, что происходит с человеком. Как утверждают, опять же, инсайдеры. Ну, льется, информация льется. Я понимаю, это горячая тема. И здесь не удалось ребятам, как называется, начать контролировать источники. Понимаете, одно дело, когда болела Настя Заворотнюк, то она болела, во-первых, сначала за границей, потом дома. То есть там было как-то более легче было контролировать ту информацию, которая выходит за двери медицинского кабинета. У Костомарова все сложнее лежит. Он сейчас в Коммунарке. Поражена четвертая часть головного мозга и гематова в лобной доле. Состояние его крайне критическое. И, как утверждает, больше сейчас поражение легких – это даже не самая большая проблема. А и, как утверждали до этого, одна легкая полностью не работает, вторая работает наполовину. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнение. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома в больших полушариях. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражение белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли. Ребят, кто медики и кто нас регулярно смотрит, кто может дать вот по этому заключению, кто может дать свой комментарий, потому что, ну, прям кошмар. Сколько осталось? И сможет, даже не так, сможет ли выкарабкаться? Ну, прям не верится, да? И ноги, и руки, и легкие. И сейчас еще мозг. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои спецники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. И спасибо, что пишете не полностью интернет-адрес, потому что выпадает в спам, а только вот название инстаграма и городе находится приют. Ребят, продолжайте помогать. Гуглите свои локальные местные приюты, помогайте волонтерам. Не оставляйте их один на один с их финансовыми проблемами. И я очень рад, что наша комьюнити единственная, к огромному сожалению, комьюнити в русскоязычном блогинге, которая из видео в видео каждый божий день несет, озвучивает, здесь важно озвучивать, чтобы в подкорке было. Видим приют, должны помочь. Пускай 50 рублей, пускай 20 гривен, пускай 10 тенге. Помогайте, потому что кто, если не мы, сплетники? Я вас обожаю комьюнити за то, что доказывайте всему миру. Каждый божий день, что мы, сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Подписывайтесь на все четыре моих канала. Все ссылочки будут в описании. Подписываем мой основной канал. Гадание Таро там каждую субботу. Подписывайтесь здесь, ребят, честно. Поставьте лайк, этим вы поможете нам производить ежедневные видео на этом канале. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok